И на каких картах, да? Да, конечно, конечно. Кто же будет такую информацию-то палить? Ну что ж, смотрим мы, друзья, за потрясающими танками. Что здесь у нас по сетапам? Есть ЛТ-шка, есть 13-105 с другой стороны от команды Rush. Торнадо использует старый добрый тест ЛТ. И куда поедут коллективы, смотрим. Немного изменили свой сетап Rush от предыдущего матча. Как я понимаю, там, по-моему, было 2 МХ-13-105. Есть ТВП у слайда. И у Торнадо было 2 ЛТ, в свою очередь. Ну что ж, смотрим за первым засветом из ИС-7, которые уходят под камушек. Нескви, Нескви получает, пока не через каток. Но посмотрите, какое количество урона выхватывает Нескви. Остается ваншотный, но он живет. Это самое главное, жить. Ну, я в предыдущем матче тоже сказал, что вроде бы это самое главное. А потом, как я понимаю, вражеский тест ЛТ там просто очень легко продавил эту позицию и потом накидал топ-урон. Хотя этого было все равно недостаточно, да? Мы там выжили на последних секундах. Раш. Ну и вот вам апнутая ЛТ-шка 13-105. Но по-прежнему, как мы видели, да, только что, пушка немного косовато. И это нормально. Это все-таки легкий танк, который должен светить, а не дамажить. Я вообще, лучше не целиться. Я просто на полном кругу просто нажимать. Мы знаем твое умение нежелания играть на ИС-6, как ты рассказывал. Ну, тогда просто стреляй и верь, и все будет хорошо. Да, стреляй и верь. Но вот начало такое, знаете, что, по-моему, Раш имеет большие шансы уже на карте Рудники ответить и сравнять счет в этом матче. Конечно, вперед далековато забегаю, но посмотрите направо, посмотрите на это ХП. Да, есть проблемки. Есть проблемки, и надо как-то их решать. Не совсем понятно, правда. Что с Грифоном случилось вообще, как так вышло, но да, действительно, у Раш все хорошо. Как так, Грифон, да. Как так. Ну и вот теперь надо об этом думать, потому что соперник при первой же возможности попытается забрать 50Б. По крайней мере, знает, где слабое место. Команда Торнадо и где, в принципе, можно надавить, где можно моментально разменять. То есть, опять же, Бэшка частенько тоже пытается простреливать проезжающий по воде технику. Как мы полномерно все-таки подошли к вот этой контре ЛТшке, которая забирается на гору, да, тот же 13-105, который не выбирался поначалу вообще никем, а после того, как ему чуть-чуть добавили дамага, он все чаще и чаще начал появляться что в лиге, что в абсолютном превосходстве. Ну и даже сегодня две ЛТшки от Торнадо Энерджи, шикарно заехавшие на центр, просто обескуражили своих противников от Юник. Так, ну что же, позиционка отраж продолжается. 7 минут 30 секунд на таймере. Ребята теперь уже, понимая, какое у них преимущество, они знают, сколько в этом Нескве, знают, сколько у Грифона осталось, и теперь просто нужно подойти с максимальным хп к своему раунду и все-таки сделать свое дело и выиграть этот бой. И, конечно же, попытаться сравнять его уже в следующем, сравнять счет в общем в этом матче. Так, давайте посмотрим за Инспирером, куда же вообще собрался, куда ездит Светлячок. Хотелось бы посмотреть, но по миникарте видим, что там есть какие-то маневры, поэтому, в принципе, акцентируем внимание немножечко на другой позиции. Но при этом есть засветы, друзья. Светис периодически правый фланг, та самая ЛТшка, ну и в свою очередь Горка. Нам Био действует на своем суперконкурере, да, и отыгрывает от башни. Очень аккуратно играют оба коллектива, понимая прекрасно цену ошибки, поэтому никто лишний раз не подставляется и не хочет рисковать. Это абсолютная норма. Ну и сейчас немного темп игры у нас изменяется. С такого резкого и быстрого на что-то более защитное и позиционное. Так, засветили седьмой, который играет чуть-чуть поагрессивнее у команды Торнадо. Вновь Апл показывается. Отлично. Советская мощь, не прощай, тут все хорошо и должно быть пробитие. Есть, 504 урона по страйку, неплохо, неплохо от носа седьмого. Также светится конкуреру на центре, но это обычные вещи. ТВП на радарах, Диадору достается немножечко. Ну и, в общем-то, начинают давить потихоньку раш на своих соперников. Страйк в очередной раз получает там, если честно, у него могут быть проблемы. Неплохо работает и седьмой против него. Мне кажется, у страйка там нервы немного могут издать, потому как так или иначе и седьмой, который тебя вновь и вновь доминирует, не очень приятная ситуация. Проценту получает Apple WoW. Прилетело к нему, там видим ИСа седьмого, который идет по воде. Уже это видит команда Торнадо. И здесь кто кого. Но тут, по-моему, Анатолик не так много и получит урона. Вот после этого Apple должны добирать. Сейчас посмотрим, смогут ли добрать Анатолича в ответ как-то ребята из команды Торнадо и Энерджи. Apple WoW не получает альфу, друзья, и выживает на минималках. В свою очередь, Толик погибает. И Apple WoW делает свое дело на отлично. Вот вам, пожалуйста. Именно поэтому ИСы седьмые появляются в лиге у нас вновь и вновь. Возможность пожить лишний раз, лишний шот затащить. Это круто. Ну что же, парни, пять минут остается у команды Rush, чтобы все-таки в меньшинстве сейчас победить. И, в принципе, есть все предпосылки для этого. На самом деле, это работать Apple, там, Грифона, Нески. Ну, помнят, где находится Нески. Грифон будет до конца где-то прятаться и в самый последний момент стараться светиться, скорее всего. Это лишнее время. Это все лишние секунды, лишние минуты, которые есть сейчас у команды Торнадо Энерджи. И, в свою очередь, команде Rush нужно атаковать. А на правом фланге проблемы, потому как была осуществлена подсадка. Рина делает минус Apple. Все-таки проехал. Отлично. До свете все три 113-х. В общем-то, Conqueror, четыре танка. Их позиции известны парням из Торнадо. Ну и бой продолжается. Опять же, теперь уже при равном количестве техники. 6 на 6. Ну и вот он, долгожданный захват базы в исполнении команды Rush. Посмотрим на реакцию сейчас техники Торнадо. А пока лишь один танк. Диодор, в свою очередь, отстреливается по Биавульфу. Пока безуспешно. Ну и что будем делать? Что же за следующий маневр будет предпринят от коллективов? Пока. Да, крайне аккуратно нужно сейчас действовать. Особенно тем ваншотным парням у команды Торнадо. Потому что если они попадут на радар и их доберут, это, наверное, уже будет просто ГГшечка и конец. Тут основной упор у Торнадо на тяжием. На трех конкурера ИСа 7. Эти парни, конечно, еще могут сотворить чудеса и как-то потащить. Мы помним, что не так много ХП, например, у того же Страйка. Хотя вот я сейчас смотрю на Рина и Кириллойда и понимаю, что не так уж и просто будет Торнадо в такой ситуации. Но здоровье приблизительно равное. Ну и отмечаем позиции. Есть засвет на центре. Это Нуклер, который заезжает. Да, и наблюдаем за его интересным расположением на стуле на игровом также. Что дальше? В другой игре так есть игроки, сидящие в такой же манере. Ну есть, это норма, друзья. Ничего страшного. Нуклер выхватывает и все-таки суперконкуреры пятятся назад. Захват сбит. И тысячи людей, которые играют так дома. Легко. Вот ты играешь так дома? Да. Все, просто никаких. На третий-четвертый час. Ну там и не такое, знаешь, можно увидеть, мне кажется. Ну что же. Все нормально. Пока что все нормально для команды Раш. Тут побольше проблем у Торнадо. Но в принципе они могут работать от таймера. Периодически сбивать этот захват и не лезть. Им сейчас не надо там форсировать события. Но мы видим, да, что происходит. Это видит команда Раш. Они видят этих тяжей. Что будет? Они все-таки полезут на Рина. Это могут быть похороны. Они поделут на Рина. Да, это Нуклер. И еще два танка. Два тяжелых танка, которые врываются уже вот-вот. Промах. Что дальше? Смотрим на реакцию остальной техники команды Раш. Тут все должны прикрывать Рина и просто разваливать всех этих тяжей. Минус один. В ответ также минус. Нирью и Диадор пытаются отступить. И в принципе по ним не залетают. Особо сейчас в принципе отпустят. Наверное, если не будет гусли на Диадоре. Ну не самый, не самый точный танк. Все-таки ТВП. Именно поэтому лишь два снаряда, насколько я понимаю, залетело. И слайд тут отстрелялся не лучшим образом. Ну и что? Теперь нужно делать гусли, потому как смогут и накрыть все это дело в свою очередь, друзья. Две минуты остаются до конца этого боя. И нужно фортировать события команде Раш. Но по здоровью мы видим ситуацию прекрасную. Да, пока что очень уверенно себя чувствуют те же команды Торнадо. Ну что же, и вышли вперед уже по ХПМ парни. Ну и опять же ситуация 5 на 5. Намного проще сейчас. Обращаем внимание также на интересное снаряжение, друзья. Также мотаем на ус на будущее. Ну и смотрим за Инспом, что он будет делать в этой позиции. Минута 40 секунд. Попытаются, конечно, что-то провернуть Раш. Они в атаке, им терять по сути здесь нечего. Конечно, Грифон до сих пор не светился все это время. Это просто человек-невидимка. Как же он играет, друзья. Ну и Инсп очень отважная миссия у него прямо сейчас. Отстреляться лучшим образом, реализовать все, что есть. И это минус Диадор от страйка. То есть наоборот, конечно. У меня вот вопрос. Грифон вообще по кому-то сейчас стреляет? Либо он просто такой себе стоячий светляк на фланге? Кириллойд выхватывает. Ну, мне кажется, не хватит времени уже попросту. Стреляет. Серьезно. У Торнадо слишком много танков и слишком много здоровья для этого Раша прямо сейчас. Ну и Грифон, действительно получивший вначале очень много урона, выживает и не дает шансов себя убить. Все хорошо. Тут на самом-то деле вот это дальше отыграно после первых неудачных моментов от команды Торнадо. А вот Раш все-таки ошиблись. Да, вот этот выезд по воде, он все-таки не принес какого-то супер преимущества. И мы видели, как еще и Анатолича добивали. То есть как они пробития были. Apple, Apple WoW, который сыграл просто невероятно ключевую роль в той позиции новой. Мы не видели эту позицию. Друзья, еще один минус. Грифон уничтожает слайды и остается лишь три танка у команды Раши. И, друзья, это уже путь в никуда. Неплохо. Неплохо сыграно. 15 секунд на циферблате. И вот Инс наконец-то начинает разряжать барабан по Диодору. Опять-таки пушка, друзья. Очень косая пушка у 13-105. Именно поэтому вот такие вот снаряды не залетающие. Это норма. Тут, конечно, молодцы тоже Торнадо. Такое печальное начало было в этом бою. Но потом спокойненько, уверенно отыграли. Яблочко просто шикарно отыграло. Опять же, понравилось, как он действовал, как его прикрывали. И как они вытащили этот бой. 3-0 за командой Торнадо. Ну что ж, потрясающе, друзья. Потрясающе. Причем давай вспомним, как все начиналось. Минус два танка фактически со старта. Да, да, там оставались они ваншотные. Но они продолжали стрелять. Опять-таки, Неспи забрал стратегически важную позицию. И не смогли реализовать это плюс ХП игроки команды РАЖ. Можно сказать, ну не знаю, это какая-то ошибка. Ну вот ошибка вот была все-таки, когда они убивали ИСА-7. Действительно, не получилось, не повезло, возможно, где-то. Поэтому стоит, конечно, забывать про это и думать о том, что делать дальше. Сейчас посмотрим на Торнадо в атаке. Ну, ребята уже очень много страдали. Мне интересно, что же они будут делать. Вот мне больше всего нравится, когда подсаживается либо бат, либо светлячок атакой. Ну, для этого, конечно, вся остальная команда должна очень много маневров провести. Там отвлечь на себя внимание, сделать подсадку. А после этого вот уже прорыв по воде. Ну, в общем, обычно вот этот самый проверенный раунд в этом сезоне, он работает неплохо. Ну и вот попади, друзья, ИНС первый снаряд, да, да и там ряд других. Если бы вдруг залетел, то я думаю, что с этим раундом все было бы намного-намного проще. Но получилось, как получилось. Слайд тут также выхватывал и погиб от Грифона. Но это уже концовка, друзья. Это уже агония в какой-то степени, потому как все решилось на том самом Эппле в той позиции. Да, решилось после того, как поехали по воде и выбрали именно это направление в качестве атаки. Возможно, стоило атаковать восьмую-девятую, как это периодически мы видели и в сезоне. Даже с учетом подсадки, может быть, и 13-105. Ну, в общем, варианты были, друзья, но уж получилось, как получилось. И предоставим возможность нашей потрясающей студии-аналитики разобрать этот момент. Да, ну, не знаю, возможно, там ТБП не хватило, когда Толика добивали, чтобы он просто пролетел, немного отлег на себя внимание, там тоже пострелял. Потому что там все внимание на Анатолича вроде бы перевели тогда ребята. Но об этом уже будут говорить, опять же, аналитики. Об этом ребята пообщаются попозже. В отличном настроении сейчас команда Торнадо. Супер сконцентрированные, готовые разрывать и выигрывать сегодняшний суперфинал. Анир вообще лучше по урону. Посмотрите, как он отработал 3843. Вспомни, как агрессивно он играл в той позиции. Он просто выезжал и сбивал захват, и никто ему ничего даже противопоставить не мог. ИС-7 в топе, друзья. Это потрясающий показатель. После апы, это тяжелого советского танка, он разрывает все и вся. И маусы куда-то ушли. Да, Анатолич тоже дал домашний. И маусы ушли, потому что британцы появились. Да. Маусы отдыхают. Но не на всех картах. Есть специфические места, где все-таки по-прежнему можно использовать этот замечательный тяж. Так, ребята. 3-0. Рудни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова